Ребята, предлагаю заценить канал Энни Дэнгл. Она только начала его и снимает различные эксперименты. У нее очень веселые и позитивные ролики. Ссылка на канал в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, ребята! Как вы уже поняли, сегодня мы с вами будем делать лизуна, который как две капли воды похож на нутеллу. Назовем его по-заграничному Nutella Slime. И нам понадобится прозрачный канцелярский клей, гель для стирки Persil и красители. В прошлых видео я использовал вот такие вот пищевые красители, но коричневого цвета у меня нет. И поэтому я беру обыкновенную гуашь, ребята, которая продается в любых канцтоварах. А также нам понадобится емкость для смешивания. Ну что, поехали? Наливаем клей в емкость. Он кашляет, простудился. Это будет просто огромный лизун. Смотрите, сколько здесь клея. Теперь добавляем краску. Ммм, какая шоколадка у нас получилась. Давайте-ка еще клея добавим, чтобы у нас получился реально огромный лизун, как вы просили меня, ребята. И так, еще, 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 еще. Накашляли еще одну баночку клея. Размешиваем. Прям шоколад с виду. А теперь главный ингредиент, так сказать, загуститель, Persil. Кстати, ребята, вы мне часто пишите в комментариях, что это неправда, что там Persil так не делает, что я добавил тетраборат. Зачем мне это, ребята? Все реально работает. Просто возьмите Persil. Может быть, работает, конечно, Ариэль или еще что-то, но вот у меня Persil, и за Persil я 100% гарантирую, что он работает. Смотрите. Только начал замешивать, сразу же пошло вот это вот загустение. Смотрите, он гуснет, густеет прямо на глазах. Фу, воняет. Клей не воняет, этот Persil воняет. О-о-о, какая шоколадка, да? Краска уже не пачкается. Вау. Немножко липнет еще, нужно его помесить. И вот, ребята, что у нас получилось. Посмотрите, какой классный лизун. Реально по цвету, как молочный шоколад. Класс. Смотрите, вообще не липнет к рукам. Растягивается. Огромный, так как вы и просили сделать у меня большого лизуна. Нутелла один в один, правда? Класс. Я делал специально много, чтобы была полная банка, но, по-моему, получилось больше, чем полная банка. Ой, что за звуки? Можно пошутить над друзьями, сказать, ребята, я купил нутеллу, смотрите, оба. Будете нутеллу? И вот еще осталось лишнего. Кстати, вы спрашиваете меня, как правильно хранить лизунов. Лизунов правильно хранить в герметично закрытых емкостях, чтобы они не высыхали. И это как раз идеальный случай, когда емкость идеально подходит по стилю к самому лизуну. Смотрите, как блестит, как настоящий шоколад. Я супер доволен этим рецептом. Все очень легко и просто. И очень красиво получилось, правда, ребята? Ребята, если вам понравилось это видео и вы хотите, чтобы я продолжал снимать видео с лизунами, то, пожалуйста, поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. И еще небольшой лайфхак. Кликните на значок колокольчика возле кнопки подписаться, и тогда вы будете получать уведомление о том, что у меня вышло новое видео, и смотреть его раньше всех. А на сегодня все. Пока-пока.